Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Экскурсоводы-нелегалы наносят вред имиджу страны. В парламенте Абхазии обсудили регулирование в сфере туристической деятельности. Снова отвод судьи. Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии приняла решение об отводе Романа Кварча при рассмотрении ходатайства об обжаловании решения Сухумского городского суда о мире пресечения в отношении Ахрикавицба. Начнем с официальной хроники. Президент Аслан Бжаня представил активы Ачемчирского района нового исполняющего обязанности главы Беслана Бегвава, назначенного на эту должность указом президента 12 апреля. Как сообщает пресс-служба главы государства, президент охарактеризовал нового руководителя как опытного и профессионального работника. Аслан Бжаня нацелил Беслана Бегвава на результат, призванный улучшить социально-экономическое положение в районе. Пришло время созидать. Давайте начнем с чистоты, сказал президент. Аслан Бжаня призвал обжуйцев в преддверии курортного сезона провести генеральную уборку территории, в особенности вдоль центральной трассы. Президент отметил, что в этом году ожидается большой поток туристов, в том числе в Восточную Абхазию. В районе уже реализуется очень серьезный инвестиционный проект базы отдыха в селе Тамыш. Глава государства отметил, что реализация инвестпроектов в Тамыше берет начало с его встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путином. Он напомнил, что в течение пяти лет не предусматривалось финансирование на очистку придорожной инфраструктуры. Ее обязательно нужно привести в порядок, сказал президент. Более того, строительство вдоль трассы должно обязательно согласовываться. Должен быть единый стиль с национальным колоритом. Все, что уже построено, изменить сложно. Но отныне все строительные работы будут вестись по согласованию. Будет принята единая концепция по строительству вдоль трассы. Задача государства – создавать условия для привлечения инвестиций и создания благоприятных условий. Нам нужны серьезные инвестиции в районе огромное количество пустующих земель, не дающих никакого экономического эффекта. Речь не идет о продаже земли, а об ее эффективном использовании, подчеркнул президент. Исполняющий обязанности главы администрации Чемчирского района Беслан Бегвава поблагодарил президента за оказанное ему доверие. Президент Абхазии подтвердил заинтересованность в укреплении связей с братскими республиками Северного Кавказа. Аслан Бжаня принял отчет советника по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа. Рис Мага Аджинджал сообщает пресс-служба президента. По поручению главы государства в городах Майкоп, Нальчик и Владикавказ, советник посетил семьи безвременно ушедших по болезни добровольцев. Передал им соболезнования и финансовую поддержку от руководства Республики Абхазия. Изучив представленные в отчете материалы, Аслан Бжаня отметил, что в рамках одного визита, если и не получилось охватить все республики, то в свой следующий визит на Северный Кавказ его советник обязательно должен будет посетить Карачаево-Черкесскую республику, Республику Южной Осетии и другие республики. За большой вклад в укрепление межгосударственных отношений между Республикой Абхазии и Российской Федерацией указом президента Абхазии Аслана Бжаня Утари Аршба награжден орденом Ахдзапча второй степени, сообщает сайт главы государства. К другим темам, согласно сообщению оперативного штаба за 12 апреля, тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 261 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 30 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 721 человек. Зарегистрировано 217 летальных случаев, выздоровели 13 274 человека. В Сухом прибыла очередная партия гуманитарного груза, предоставленного Всемирной организацией здравоохранения. Гуманитарная поддержка, которая направлена в Республиканскую бактериологическую лабораторию санитарно-эпидемиологической службы, а также в больницы, где проходит лечение больных с COVID-19, стало возможным благодаря общей координации постоянного. Представители ООН Сабины Махаль при содействии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В состав груза входят средства для проведения тестирования на коронавирус, кислородные концентраторы, медицинские халаты и контрольно-диагностические приборы для измерения уровня насыщения крови кислородом. Все это необходимо для более эффективного выявления и лечения случаев новой коронавирусной инфекции. Данные средства были приобретены непосредственно из фондов ВОЗ, а также при финансовой поддержке Европейского Союза. Россия, между тем, решила приостановить авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Так, 12 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение частично ограничить перелеты в Турцию на полтора месяца с 15 апреля по 1 июня. Уточняется, что новые меры коснутся чартерных рейсов. В начале апреля несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. В последние несколько дней суточный прирост инфицированных составляет почти 50 тысяч человек, что является рекордным числом с начала пандемии. Продолжаем выпуск. Снова отвод судьи. Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии 12 апреля приняла решение об отводе судьи Романа Кварчи. При рассмотрении ходатайства об обжаловании решения Сухумского городского суда о мере пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахрика Авецба. Слово Илеонори Гелаян. Кассационная коллегия на этот раз заседала в составе председательствующего Романа Кварчи, судей Генрига Мессония и Майя Квецения. На повестке обжалования постановления Сухумского городского суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат Ахрика Авецба Ингви Белая выступила с отводом судье Роману Кварчи, обосновав это тем, что они в родственных отношениях с судьей, принимавшим решение в первой инстанции Инаром Кварчи. Однако стороны защиты считают невозможным рассмотрение подано кассационной жалобы от 5 апреля 2021 года в таком составе, так как имеется основание предусмотренной части 2 ст. 61 Уголовно-процессуального кодекса. При установлении обстоятельств, что судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, то сторона защиты, согласно части 2 ст. 64 Уголовно-процессуального кодекса, может заявить отвод. У стороны защиты имеются данные, что между судью Сухумского городского суда Кварчи Инаром Гурамовичем и судью Верховного суда Кварчи Романом Владимировичем имеются родственные отношения. Больше указанное свидетельство – это наличие оснований для отвода судей Кварчи от рассмотрения кассационной жалобы на восстановление судей Кварчи Инара Гурамовича, так как наличие родственных отношений с судью, чей судебный акт обжалуется по делу, вызвавший широкий общественный резонанс, следует рассматривать как обстоятельство, свидетельствующее о его личной заинтересованности в исходе данного вопроса. Подзащитный Инги Габелая отвод поддержал в полном объеме. Если вы, судьи, держитесь друг за друга, то еще и здесь налицо родственные отношения. Это уже двойной у вас, как говорится, резонанс к этому подходу дела. И я хочу сказать, что я слова адвоката от и до поддерживаю, добавляю о том, что у нас незаконные действия, которые вы не рассматриваете. Понимаю, что суд будет ко мне относиться предвзято, но чтобы еще относился предвзято из-за своих родственных отношений, тоже не хочется. Поэтому от и до поддерживаю желание моего адвоката, и так как оно играется моим. Представитель гособвинения Нина Доришвили оставила вопрос на усмотрение судейской коллегии. Суд удалился в совещательную комнату, отметив, что в рассмотрении отвода судья, в отношении которого он заявлен, не участвует. Спустя час судьи вернулись и огласили решение. Рассмотрев заявление о подводе, суд приходит к следующему. В статье 61 Уголовно-процессуального кодекса Республики приведены обстоятельства, исключающие участие в производстве подделов. Судьи, в том числе, находящие нахождение любого из участников процесса в близком родстве или родстве. Судья Верховного Суда Республики, член Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Гомиссония, полагает, что в заявленном отводе не приведены законные обоснованные доводы и доказательства, свидетельствующие о наличии близкого родства или родства между судьями Кварчи и Кварчи. Из-за интересованности судей Верховного Суда Кварчи в исходе дела в отношении обвиняемого Абизба. Тем самым оснований для отвода судей Кварчи не имеются. Судья Верховного Суда Республики Абхазия, член Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Грицемия, считает заявление адвоката Кабилая подлежащему удовлетворению ввиду того, что судьи Кварчи и Кварчи хоть и не находятся в близком родстве, но являются носителями одной фамилии, что в данном случае можно отнести к иным обстоятельствам. При таких обстоятельствах и в целях исключения сомнений, беспристрастности и объективности судей, и выносимого судебного акта по результатам рассмотрения кассационной жалобы по делу, вызвавший широкий общественный резонанс, полагает возможным отвезти судью Верховного Суда Кварчи. А дать до следующего судебного заседания будет объявлено позднее. Напомним, 2 апреля Сухумский городской суд принял повторное решение о продлении содержания под стражей Ахрика Абитсба на месяц до 5 мая. Абитсба был задержан 4 марта. Против него возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Элеонора Гелаян, Торник Амичба, Абазатова. Как стало известно позднее, в новом составе Кассационная коллегия Верховного Суда Абхазии по ходатайству об обжаловании решения Сухумского городского суда о мере пресечения в виде заключения под стражу в отношения Ахрика Абитсба проведет заседание в среду 14 апреля. Сухумский городской суд освободил Аслан Ацко из-под домашнего ареста, отказав удовлетворение ходатайства Генпрокуратуры о продлении срока домашнего ареста. Об этом сообщается на сайте суда. Бывший сотрудник республиканской больницы Аслан Ацко обвиняется в пособничестве в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы полномочий и повлекших нарушения охраняемых законом интересов общества и государства. По версии стороны обвинения, главврач республиканской больницы Аполлон Гургули и его заместитель Георгий Воуба для нецелевой растраты государственного имущества и оказания незаконных платных лабораторных исследований привлекли бухгалтера больницы Аслан Ацко. Строительство нового мостового перехода через реку Гумиста обсудили в Министерстве экономики. Вице-премьер, министр экономики Кристина Узган и начальник управления капитального строительства Тимур Аграба встретились с руководителем подрядной организации и представителем российской проектной организации. Основанием для встречи послужило поручение президента Аслана Бжане подготовить заключение по вопросу строительства мостового перехода через реку Гумиста. Как известно, это мероприятие инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Строительство нового мостового перехода через реку Гумиста с реконструкцией старого мостового перехода является переходящим из программы 2015-2017 годов. Статус данного объекта вплоть до сегодняшнего дня находится на первоначальной стадии проектирования. Для решения возникших сложностей Узган предложил утвердить концепцию основных проектных решений прохождения маршрута в установленном порядке. И на основании этой концепции и заключения о техническом обследовании имеющегося мостового перехода разработать и утвердить новое техническое задание на разработку проектно-сметной документации с определением ее содержания и сроков реализации. Экскурсоводы нелегалы наносят вред имиджу страны. В парламенте Абхазии состоялось расширенное заседание, посвященное регулированию в сфере туристической деятельности. Главной темой обсуждения стал вопрос нелегальных экскурсий. В дискуссии приняли участие депутаты парламента, представители Министерства туризма Абхазии, Государственного таможенного комитета, миграционные службы, представители туристических фирм, а также методисты и экскурсоводы республики. Что обсуждалось на комитетском заседании, чем чревата деятельность экскурсоводов-нелегалов, в репортаже Виолы Барганджи. Ужесточить наказание для нелегальных экскурсоводов и разработать схему их выявления на законодательном уровне. С такой просьбой к депутатам парламента обратились представители туристической сферы республики. Сейчас, как рассказывает председатель Республиканского профсоюза экскурсоводов Дмитрий Габния, количество иностранных граждан, не имеющих лицензию на проведение такой деятельности в Абхазии, с каждым годом становится все больше. По его словам, стремительный рост гидов-нелегалов не просто наносит удар по экономике республики, но еще и по самой репутации нашего государства. Ведь в этом случае почти всегда туристам предоставляют совершенно неверную информацию. Половина экскурсий сегодня проводится нелегальными экскурсоводами. Наверное, мне коллеги не дадут соврать, именно такая. Наверное, даже уже на сегодняшний день и больше по количеству проводят экскурсии не официальные фирмы, которые платят налоги в бюджет республики, а проводят абсолютно посторонние люди. Помимо того, что в бюджет не попадает большое количество финансовых моментов, во-вторых, огромный поток информации, который не соответствует действительности. Многие из них, вот мы сегодня обсуждали тоже этот момент, многие из них предварительно побывали в Грузии. И они имеют там усиленную пропагандистскую информацию. И приезжая сюда, они со смешками там выслушивают все наши, скажем так, посылы об истории нашей. И большинство сегодня остается без работы наших внутренних граждан, которые могли бы свой бюджет домашний пополнить. Мы все прекрасно понимаем, что у нас ни зарплат нормальных, ничего нет. К сожалению, это наша беда. Но тем не менее, вот работа экскурсовода, многие семьи, один человек экскурсовод, он всю свою семью может прокормить. Преподаватель истории, экскурсовод и методист Белла Джинджоли отмечает, что нелегальные экскурсоводы негативно влияют и на имидж страны, который нарабатывался абхазскими гидами на протяжении долгих лет. Я начала работать еще 20 лет назад. Чтобы вы понимали, это тот период, когда в Абхазию кого-то заставить приехать было очень сложно. Мы тогда переломили огромный стереотип, сложившийся на всем по советскому пространстве, о том, что Абхазия горячая точка, что поехав туда, останешься, простите, без кошелька, без жизни и без всего остального. Очень долго этот стереотип действовал на нашу территорию. Мы имели мизерное количество туристов, заезжавших в Абхазию. Мы, простите, не будет, наверное, сказано голословно, мы заполнили Питсунду как курорт. Они вспомнили, туда поехали туристы. Мы возили людей туда, где пытались представить им Абхазию в лучшем виде. Сказать, что несмотря на то, что у нас отсутствует инфраструктура, у нас есть то, чего нет ни у одной республики на постсоветском пространстве. Но я хочу сказать, что имидж страны нам удавалось создавать на протяжении нескольких лет. И делали это мы действительно с трудом, потому что нам приходилось бороться, не знаю, начиная от стихийных свалок и объяснять людям, почему мы в таком положении, что мы пережили блокаду, что это не просто война, которая была 20 лет назад, что мы живем в достаточно стесненных экономических обстоятельствах, что есть обстоятельства, которые не позволяют Абхазии быть там красивой картинкой на рекламном проспекте. И это делаем мы. Но поверьте, этого не делает ни один человек, въезжающий в Абхазию в качестве лжегида, который посещает республику. Ни один из них никогда не прикроет, ни один из ян Абхазии. Я не в плохом смысле этого слова, но не попытается найти ему должного объяснения, не объяснить, почему именно так, а не по-другому. Пресечь эту незаконную деятельность крайне сложно, ведь на границе никто из лжегидов в действительности не сообщает о настоящих целях поездки в Абхазию. Министр туризма Теймур Асхишба считает, что в данной ситуации необходимо проводить ежедневные рейды на крупные туристические точки и значительно повысить штраф за нелегальную экскурсионную деятельность. Нам нужно доказать, что он экскурсовод, правильно? Потому что от точки А до точки Б он вести имеет право, вы знаете. Так же, как и абхазские водители имеют право возить, например, в аэропорт. Мы запретить этого не можем. Мы им запретить, не они нам. Проблема в том, что они оказывают экскурсионные услуги. Как их выявить? Значит, если мы говорим о контрольных закупках, да, на месте, чтобы их ловить, это одна история. Это достаточно сложно, вы знаете. Почему? Потому что группа формируется в Сочи. Я вам даже больше скажу, вот было проведено два рейда. Оба рейда возглавляли замминистры. Они их так готовят перед поездкой, что пассажир знает имя водителя, его родословную и представляется тоже его другом. Почему это выгодно? Потому что они играют на ценовой политике, если я не ошибаюсь, правильно? Они дешевле предоставляют услуги, нежели ваши фирмы, на которой вы работаете. Что касается границы. У нас две точки, где что-то мы можем сделать. Это граница, либо самые посещаемые объекты в Республике Абхазии. В данном случае это Рицинский реликтовый парк. Мы все-таки предлагаем совместно проводить ежедневные рейды и повысить, очень серьезно повысить штрафы. На сегодняшний день штраф за нелегальную экскурсионную деятельность в Республике составляет 1800 рублей. Однако, как рассказывает начальник отдела экономической безопасности МВД Абхазии Астанда Жиба, проблема заключается даже не в низких санкциях, а в сложности взыскания самого штрафа у правонарушителей. Да, есть ситуации, в которых действительно люди перевозят пассажиров, и сами пассажиры отрицают тот факт, что осуществляется сейчас экскурсионная услуга. Но мы сталкивались с ситуациями, где люди признавали, что они незаконно осуществляют данный вид деятельности. Нами составлялись административные протокола, и суд их оштрафовал. Но дело в том, что штраф платить уже было некому, потому что человек уезжал к себе на территорию Российской Федерации. Дело в том, что в соответствии с нашим кодексом от судопроизводства по делам об административных правонарушениях, лицо считается виновным только после того, как суд его признает виновным. Значит, согласно этого же кодекса, то есть мы после составления протокола в течение трех дней обязаны переслать материал в суд. И далее уже суд в определенный срок его рассматривает. То есть, как вы понимаете, это дело ни одного дня. Проблему нелегалов-экскурсоводов депутат парламента Наталья Смыр предлагает решать еще до их заезда на территорию Абхазии, исключительно на границе. Уже заехав сюда, здесь уже трудно, так сказать, идентифицировать их, они легальные, либо нелегальные. Конечно же, за период маршрута они там уже знакомятся, и все это становится, как бы они уже, так сказать, прикипают друг к другу, и они уже друзья, да, но на выходе или на входе, я бы сказал, на входе сразу, при пересечении границы, это надо четко. Вы понимаете, если бы у нас был четкий контроль таможенный, пограничный учет какой-то был бы, мы бы сегодня могли бы это отследить. А именно, это же люди, которые, вы же понимаете, экскурсоводы, их сюда, в Абхазию, сотни не поедут. Их количественно определим так, ну скажем, 20, ну хорошо, 30, но не более того. Также у них налажены взаимоотношения с авто, то есть автомобили это, как правило, одни и те же. Вот сейчас выступающий абсолютно точно сказал. Поэтому, конечно, если говорить об изобретении какого-то велосипеда, здесь изобретать ничего не надо, друзья. Это граница. Основной пункт четкого отбора, контроля, жесткой какой-то реакции на ситуацию, это только на входе, на границе. Своё мнение по данному вопросу высказали представители таможенного комитета республики, отметив, что проконтролировать передвижение нелегальных экскурсоводов в Абхазию на границе просто невозможно. Весь режим, который соблюдается на посту в СОУ, он возложен по своему функционалу на пограничный отряд службы государственной безопасности. Пропуск автотранспортных средств, пропуск лиц, значит, грузов и так далее, всё идёт под контролем. Первоначальное решение принимает пограничная служба. Далее, что касается нашей службы, да, как таможенников, значит, никакого отношения к транспортным средствам, значит, в плане того, что они перевозят людей, значит, или грузы, мы отношения не имеем. Мы имеем отношения только фактически к пересечению грузов, пересечению товаров, ну и, естественно, контрабанды, вот всякой этой гадости, которую иногда перетаскивают через границу. Что касается контроля, да, значит, решение было однозначное. Весь легковой автотранспорт проходит по тому маршруту, по которому мы с вами привыкли ездить, да, то есть по верхней линии. Весь транспорт, который превышает габариты, проходит по яме. То есть, вот говорить о том, что, значит, примелькавшиеся машины на яме, их можно что-то с ними делать, ну, извините меня, я могу на своём миневене 25 раз границу пересечь, и никто не имеет никакого права меня остановить и сказать, почему ты ездишь туда-сюда. Никакого права никто не имеет. Нахождение какой-либо другой контролирующей службы на границе, которая будет заниматься вот этим вопросом, запрещено законом. То есть, всё это нужно делать, извините, ну, едет машина, ну, остановили мы её, мы пошли на всё, мы даже не высаживаем этих пассажиров. То есть, мы досматриваем транспортное средство, из-за вежливости наш сотрудник заходит в машину, посмотрел, багажники этих автобусов открыли, закрыли, чтобы не беспокоить тех людей, которые сюда заезжают. А заниматься пресечением, ну, значит, во-первых, их выявлением и пресечением, ну, простите, я вам сразу говорю, это не получится. Изучить опыт других стран и всё-таки найти выходы ситуации. К такому решению пришли депутаты парламента. Помимо этого, в ближайшее время планируется создание рабочей группы по борьбе с нелегальной туристической деятельностью. Виола Барганджа, Раму Камки, Абазатовая. В Чувашии ждут гостей из Абхазии. Чебоксары заинтересованы в развитии туризма с Сухумом. Как известно, 6 апреля столицы Республики Абхазии и Республики Чувашии подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами. Подробности в репортаже пресс-службы администрации города Сухум. В рамках визита делегации администрации города Сухум в Чебоксары состоялась встреча с туроператорами. Стороны обсудили вопросы развития туризма и взаимовыгодного сотрудничества. Встреча состоялась в известном в республике санатории Чувашия курорт. Гостей из Сухума приветствовала заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Ольга Чепрасова и поблагодарила, что в плотном графике визитов Чебоксары нашли время встретиться с туроператорами. Позвольте от имени главы администрации города Чебоксары Ладыкова Алексея Олеговича поблагодарить вас, уважаемый Беслан Федорович, всю вашу представительную делегацию за сотрудничество, за визит, за внимание к нашей столице и пожелать успешной работы в ходе визита. Спасибо большое. Председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по социальному развитию Наталья Евсюкова не раз бывала в Абхазии. Она отметила, что есть точки соприкосновения для взаимодействия в области культуры и туризма. Мэр Сухума Бесланышба выразил уверенность, что у Сухума и Чебоксар будут хорошие результаты сотрудничества. У нас действительно есть что обсудить, потому что как и республика Абхазии, так и у вас туризм развивается. В нашем случае это Синоморское побережье, вы все прекрасно понимаете, какие возможности для развития туризма есть в Абхазии. И сегодня те возможности, которые есть, и возможность перспективы и так далее. В основном у нас российские туристы, там процентов 90, может даже больше. Поэтому выбирают так же, как и Сочи и Адлер, так и небольшие курорты нашей Абхазии. Вот они известны, это и Гагра, и Битсунда, ну и тот же Сухум, потому что Сухум все-таки столица. И там есть что увидеть на самом деле. Столица, которая насчитывает 2500 лет со своей историей, со своей культурой. Вот, поэтому милости просим, как говорится, особенно, что касается туристического направления. Здесь, конечно, огромные возможности есть, как и у нас, так и в вашей прекрасной республике и вашего города. Поэтому с удовольствием посотрудничаем, определены направления нашего взаимодействия. И с той категорией людей, которые не оставляют документы только подписанными, а сразу же вступают, как говорится, в работу. Что я убежден, что у нас будут хорошие результаты. Спасибо. Присутствовавшие на встрече представители туроператоров рассказали о туристических продуктах и направлениях, в которых могли бы взаимодействовать с Сухумом. На встрече презентовали город Чебоксары и Сухум. Замглавы администрации города Сухум Леон Кварчи рассказал, что в этом году Абхазия ждет около полутора миллиона туристов, большая часть из которых посетит столицу Абхазии. Директор музейного туристического центра города Чебоксары Сергей Иванов выступил на тему формирования совместных взаимовыгодных туристических продуктов двух городов. Рассказал о городе Чебоксары и его привлекательности как туристического места. В городе 50 гостиниц и других мест размещения, номерной фонд почти 2000 номеров, койко-мест более 3000. Функционирует более 300 предприятий общественного питания. Чебоксары называют культурной столицей Поволжья. Здесь располагается 21 музей, 5 выставочных павильонов, более 60 памятников федерального, регионального и местного значения. Руководитель отделения в городе Чебоксары представительства МИД России в городе Нижнем Новгороде Александр Погодейкин отметил, что МИД поддерживает межрегиональное сотрудничество во всех сферах деятельности. Большая работа была проведена. Надеюсь, что в ходе посещения вы найдете точку соприкосновения, особенно в экономике, культуре, туризме, само собой. И итогом всего мероприятия будет подписание нашего соглашения о побратительстве между нашими городами, которое даст толчок нашим сторонним отношениям и выйдет там новый уровень, качественно новый уровень. Действительно, у нас на межгосударственном уровне установлен стратегический союз между Республикой Абхазия и Республикой Федерацией. И вот эти наши инициативы с вами, да, между администрацией столицы нашей Республики, городом Сухом, столицей Чувашской Республики, установить такие братские отношения, как раз таки укрепляет, да, и идет в ногу с большой межгосударственной работой. Поэтому мы очень рады, что мы идем в армуре, как говорится, в конве и готовы дальше разведать эти отношения. Спасибо вам за работу, которая была вам выполнена. Спасибо большое. За теплый прием хозяев поблагодарили заместители главы администрации Сухума в Тандилс-Руманице и Леон Кварче. Санаторно-курортный комплект «Чуваши-курорт» презентовал директор акционерного общества санатория «Чуваши-курорт» Юрий Симунов. К сожалению, ваш климат, ваше гостеприимство, ваши мандарины у нас не растут, у нас такой природы нету, у нас маленько суровый климат. Но зато Чуваксар и Чуваши богаты вот этими природными лечебными факторами. У нас есть сероводородная минеральная вода, но рядом у нас по соседству Сочи-Мацест, понятно, да? У нас такой же аналог этой же воды. У нас есть петилые минеральные воды. Директор санатория провел экскурсию для гостей из Абхазии. В санатории «Чуваши-курорт» принимают граждан для лечения, оздоровления и реабилитации после перенесенных болезней. Для лечения здесь используют биологически активные вещества и микроэлементы сопропилевой грязи. Важный природно-лечебный фактор здравницы – высоко минерализованная хлоридонатриевая вода из скважины глубиной 800 метров, которая расположена на территории самой здравницы. В 1978 году именно эта скважина послужила причиной строительства Чебоксарской водогрязевой лечебницы. Минеральный состав лечебной воды очень схож по составу с водами Мертвого моря. Как отмечают в санатории, уникальность здравницы заключается еще в высококачественной лечебной сопропилевой грязи из экологически чистого озера Гагая, расположенного на левобережье реки Волга. В России имеется всего лишь несколько месторождений лечебных сопропилевых грязей. В санатории проводят также физиотерапию, массажи, СПА-процедуру. Это все на новейшем оборудовании. Обо всем этом рассказали представителям администрации Сухума и отметили, что ждут гостей из Абхазии. Я сам не принимал и не могу даже, что это такое сказать. Это могут только женщины, которые пользуются. Но говорят, что что-то хорошее. Да, очень хорошее говорят. Санаторий Чувашия Курорт – это современный инновационный санаторно-курортный реабилитационный центр, где оказывают около 3,5 тысяч видов медицинских услуг. Показаниями к лечению в санатории являются заболевания сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной систем и лорорганов, почек и мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы, расстройство питания, нарушение обмена веществ и многое другое. Также в санатории проходят реабилитацию и восстановление после перенесенного COVID-19. Мадин Абганба, пресс-служба администрации города Сухум, Чебоксары, Чувашская республика. Продолжаем выпуск. В Абхазском государственном университете состоялась научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава физико-математического факультета. Конференция разделена на три секции – математики, прикладной математики, информатики, физики. Работа по секциям будет продолжена на протяжении недели. Во вторник состоялось заседание секции «Математики», на котором были заслушаны четыре доклада профессорско-преподавательского состава. Руководство и члены Координационного союза Организации русских соотечественников Абхазии в День мецената и благотворителя почтили память русского мецената, ученого и дендролога Николая Смецкого на территории Сухумского дендропарка, ныне госдача, где ему установлен бюст. 13 апреля является Днем мецената и благотворителя, поэтому мы решили таким образом почтить память выдающегося ученого, деятеля, мецената и благотворителя Николая Смецкого, создателя Сухумского дендропарка, основателя абхазских санаториев для больных туберкулезом, рассказал руководитель пресс-службы «Ксорс» Дмитрий Статейнов. Члены «Ксорс» возложили цветы к памятнику Смецкому и провели краткую экскурсию. Сад памяти появился в городе Сухум в память о безвременно ушедшем Константине Васильеве, молодом парне, который являлся учредителем молодежного объединения «Открытой ладони», занимался организацией и проведением многочисленных акций, мероприятий и событий. Он один из первых, кто начал осуществлять донорские акции и привлекал молодежь к этому благому делу, всегда думал в первую очередь о других, потом о себе. На его руках ни одна спасенная жизнь. Перед домом в новом районе столицы, где жил Константин, состоялась высадка саженцев деревьев. Организатором акции выступил Всемирный Абхазо-Базинский конгресс. Единое духовное управление мусульман Абхазии объявило о наступлении месяца Рамадан, в течение которого верующие в светлое время суток соблюдают пост. Первый день поста приходится на 13 апреля. Об этом Абстнепресс сообщил председатель Едума Муфтии Тимур Дзиба. Поздравляю всех мусульман, как в Абхазии, так и за ее пределами, с наступлением священного месяца Рамадан. «Прошу Аллаха, чтобы он помог нам должным образом соблюдать пост в течение всего месяца, воздерживаться от запретного и совершать обряды поклонения в смирении и покорности ему», – сказал Тимур Дзиба. Спорт. Абхазская теннисистка Амина Анжба в паре с Венгеркой Паной Удварди победила в турнире АТФ в Кардове. Аргентина, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. В финальном матче они обыграли Барбару Гаттику из Чили и Ребекку Перейру из Бразилии со счетом 6-3-6-3. Напомним, что двумя неделями ранее Амина и ее партнерша уже выиграли один турнир этой серии в парном разряде. Амина могла бы стать и абсолютной победительницей этих соревнований, но в полуфинале в одиночном разряде уступила Паню Удварди со счетом 4-6-2-6. Юные абхазские теннисисты Нестор Цужба и Даниэла Гумба стали победителями открытого командного турнира Кубок Команд Мой Теннис в категории Оранжевый мяч. 11 апреля в Таганроге в турнире приняли участие 8 команд из Таганрога, Новочеркасска, Ростова-на-Дону и Республики Абхазии. На пути к победе абхазские спортсмены не проиграли ни одного сета, тренируют спортсменов в мастер-спорта Абхазии по теннису Элизабет Акуция. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 14 апреля в Абхазии переменная облачность, ночью местами возможен дождь, туман, днем без осадков, температура воздуха ночью 10, днем до плюс 17, температура морской воды плюс 11. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте Абаза.ТВ. До встречи. Абхазия